Здравствуйте. Меня, как и многих людей, работающих в области рекламы в России, очень интересует возможность уехать на Запад. И можно ли специалистам, маркетологам, рекламщикам, СММщикам при переезде, допустим, в какую-то англоязычную страну продолжать работать в том же качестве, в котором они работали здесь. Что для этого нужно? Вот, допустим, у человека, который занимается здесь Яндекс.Директом, или СММ, или ведет комплексные рекламные кампании, он хорошо понимает, как это все здесь устроено, или SEO. Я знаю, что у вас есть реальный опыт работы маркетологом в Австралии. Как нам добиться этого результата? Ясно. Да, у меня есть действительно опыт учебы и работы в Австралии. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать следующее. Прежде всего, переехать, конечно, можно. Это реально. Переехать может любой человек, который поставил себе такую цель. Но для этого надо выполнить несколько действий, я бы сказала. Прежде всего, нужно четко понимать, чем вы хотите заниматься. Зарабатывать деньги с помощью рекламы или маркетинга. Это очень общо. Понимаете, самое главное отличие от того, как делается маркетинг там, и от того, как делается маркетинг в Австралии, и от того, как он делается в России, оно заключается в том, что там нет специалистов широкого профиля. Там все специалисты очень узкопрофильные. Очень интересно. А у нас мы все делаем? Совершенно верно. У нас какая ситуация? Я по своему опыту тоже могу сказать, так как у меня есть опыт работы и там, и здесь, я могу сравнивать. У нас специалисты, как правило, такие, знаете, приходя на работу, тебя спрашивают, ты чем занимаешься? Ты говоришь, вы знаете, я сделаю SEO, я пишу тексты, я размещаю контекстную рекламу в Яндекс.Директе, а по ночам я еще немножко и шью. Это совершенно обычная ситуация. Более того, это требуемое. Требуемое. Требование рынка. Простите, пожалуйста. То есть это требуется нанимателям. Почему? Потому что если вы посмотрите вакансии, которые висят на сайте, вы увидите, что, как правило, в описании вакансии идет огромный-огромный-огромный список обязанностей и такой же, не менее, огромный список требований, которые к этому человеку предъявляются. И неважно, как эта вакансия будет называться, как правило, берут одного человека в компанию, которая в маркетинге делает все и сразу. Что касаемо западной системы, там несколько по-другому. Все выстроено иначе. Предполагается, что один человек должен заниматься каким-то одним видом деятельности. Но он должен быть очень крутым специалистом в том, что он делает. То есть, понимаете, если у нас, грубо говоря, человек должен развиваться вширь, условно говоря, то есть охватывать все новые и новые и новые какие-то области деятельности, которые он раньше не знал, то там человек должен развиваться вглубь. То есть, если, например, он занимается SMM-маркетингом, то, что social media marketing, продвижением продуктов в социальных сетях, или если он размещает контекстную рекламу, то он должен быть очень крутым специалистом в том, что он делает. То есть, он должен прекрасно от и до досконально понимать вот именно все, что касаемо контекстной рекламы. Вот. Это первое условие. А если вам у вас какие-то вопросы, вы задавайте, пожалуйста, уточняйте. Это вопрос. Но это вы говорите, наверное, про крупные и средние фирмы. А если я хочу, допустим, ориентироваться на мелкий бизнес, там же ведь есть и специалисты по пиару и так далее, все равно что-то много будет, когда бизнес требуется. Или это все будет руками подрядчиков решаться? Вот. Совершенно верно. Скорее всего, если мы говорим про мелкие фирмы, то, скорее всего, это будет решаться руками подрядчиков. То есть, скорее всего, будет наниматься какое-то агентство, которое тоже не самое крупное, конечно, может быть, не самое большое, не самое дорогое, но, тем не менее, который за очень такую разумную плату сможет сделать тот или иной вид продвижения. Ну, а что касаемо заказа полиграфии, визиток, листовок, то этим может заняться, в общем-то, кто угодно в компании, даже включая секретаря. Это не такое уж сложное дело. А если мы говорим про онлайн-продвижение, тогда, скорее всего, будет подрядчик, который будет работать на подряде с этой компанией. Это и что касается маленького бизнеса. Что касается крупных бизнесов, тогда нанимается целый отдел, есть, как правило, отдел маркетинга. Причем в этом отделе есть несколько человек, и каждый из них точно знает, за какую область он отвечает. Очень неожиданно, очень интересно. Сразу же возникло много других вопросов. Скажите, пожалуйста, у нас здесь процветает так называемое SEO-продвижение. То есть, по сути, это обман Яндекса. Может ли опытному SEO-шнику пригодится этот опыт в работе с Google? Ну, мне понравилась фраза «обман Яндекса». Мы возьмем ее в кавычки, условно говоря. Потому что мы, конечно, никого не обманываем. Мы вообще очень честные люди-маркетологи. Значит, что касаемо Яндекса. Ну, как известно, Яндекс действительно это пасковик номер один, но это пасковик номер один в России. Если мы говорим про западный рынок, причем в данном случае уже даже не разделяя на США, там, Великобританию, Австралию или какие-то другие штаты, то пасковик номер один там – это Google. Причем значительно-значительно-значительно опережающий всех остальных. Яндекс, ну, за все страны не могу сказать, что касаемо Австралии про Яндекс там никто не слышал. Это понятно. Но с Google мы тоже здесь умеем с Google проходить. Вот эта область, скажем так, нашей деятельности, она там будет востребована или это только платная реклама? Понятно. Вы знаете, я бы сказала так, это только все-таки скорее платная реклама. Другое дело, что если человек давно работает с Яндексом и знает схемы и, так сказать, систему взаимодействия и вообще понимает вот эти механизмы, по которым размещается контекстная реклама, то, конечно, эти знания ему пригодятся. И в том плане, что ему будет намного легче и проще выучить Google и понять, как взаимодействовать с Google в плане контекстной рекламы. Это тоже успешно. Да, тем более, я говорю, да. Другое дело, может быть, я говорю там, то, что я вам говорила, уже упоминала, придется взаимодействовать более глубоко. То есть там надо будет, знаете, досконально. Потому что, скорее всего, если вы говорите о взаимодействии с Google, то это будет ваша единственная обязанность. То есть взаимодействие с Google размещать контекстную рекламу. Соответственно, за эффективность своей работы вы тоже будете отвечать в полной мере именно вот за этот ее спектр, то есть за то, как эффективно работает контекстная реклама. Поэтому, безусловно, эти знания пригодятся. Но надо понимать, что когда российский человек едет работать на Запад, в любую страну, он должен быть наглого выше тех специалистов, которые есть там, в своей области. Сразу же возникают такие вопросы. Скажите, пожалуйста, на какую зарплату может рассчитывать маркетолог, который за год выучит английский язык, приготовится, пройдет лексику для маркетологов, для специалистов и так далее. О чем может идти речь? Скажите свой вопрос. Ну, я скажу в целом, да. Конечно, зарплата во многом зависит, во-первых, от компании. Как вы уже упомянули, компании бывают разного размера. Зарплата зависит от профессиональных качеств самого сотрудника, который претендует на эту должность. И также зарплата зависит, в том числе, и от того, российский это сотрудник или нет. Ну, скажем так, не секрет, наверное, не секретом является то, что отчасти заинтересованность в сотрудниках из России, да, она обусловлена тем, что они, ну, скажем так, немножко более дешевы, чем, допустим, англичане или американцы. Вот, но не всегда. Вот, поэтому это, конечно, вопрос сложный. Заработные платы, ожидания, я думаю, могут варьироваться где-то в пределах от 2000 и выше, если мы говорим в долларах. Потому что ниже просить, ну, это неуважение для себя как специалиста, потому что более низкие зарплаты, скажем так, они предполагаются для людей, которые занимаются неквалифицированным трудом, да, на том рынке. Плюс вам будет сложнее прожить на меньшие деньги, если вы будете получать.